мы еще не дошли я сейчас вернусь на минуточку знаете почему друзья потому что это очень важно сейчас мне надо с этой буду разбираться еще очень много ценной информации я буду разбираться может отдельным фильмом потому что они ничего не понимают в этом они не видят что творят они знают что такое фотохинтез они знают что видите лист кормит лист который они отрезают кучами они режут сухие ветки то есть без листья они даже не знают что на этих ветках потом листья выросли и будут кормить корни вот и учат этих дебильным советом я сейчас хотел показать вам это все это все мои доказательства все мои доказательства фотографии латинкова он умер я успокоиться не могу остался один не латинкова не не боддера Обижает А вот ради этой семьи Последний был вот так Вот здесь порядка 20 Я не считал 25, 24, 20 Вот этих самых Когда я Сергею сказал Тимошу сказал Первый же желающий сказал Что он по 100 рублей заплатит Но они к осени будут где-то мне по грудь Вот Что осенью Заплатит по 100 рублей за каждый Я сказал Тимошу это минимум 2000 Он в меня вцепился 2000 рублей Я говорю Тимоша Ты еще себе не знаешь цены И не знаешь цены этим самым 28 до 50 килограмм давало А в ведрах это еще больше Это где-то ведра по 7-8 Давали молодые саженцы мои У директора Мирского института А тут цена 100 рублей Втюрка пива Короче я не то что объявляю конкурс Или там аукцион Ну я надеюсь что Надеюсь Что мой ребенок заработает первые деньги И тогда как когда-то Сергей Железов Навсегда станет садоводом Вот Вот поэтому я просто И еще раз напоминаю Вот От этого кто-то заплатит По 300 рублей за Может оптом возьмет Вот Может 500 рублей за саженец Там или там полторы тысячи За три саженца Они этого стоят Их истинная цена Если учесть что большинство из них Выживет В любых условиях Вот я вам показывал фотографии Вот им трех лет тогда Там же часть была не привитых даже Им по барабану эти морозы Им по засухам по барабану Дожди переносит Вы посмотрите Видите сколько дождей у меня было Самые здоровые листья Кстати Вот Именно у абрикоса И так было позапрошлый год Я вам показывал Еще дичей было Дожди невероятные Сырость Холод Холод К осени Ни одного больного листочка Именно на абрикоса Сам удивился Сам Понимаете Сейчас вспомню этот поговорок Приходит А Анекдот Приходит Может домой Расстроенный Учитель математики Жалуется жене Дети почти тупые Да почему Я им рассказал теорему Пифагора А они не поняли Я рассказал второй раз теорему Пифагора А они опять тупиться не поняли Я третий раз рассказал теорему Пифагора Наконец-то сам понял А они так и не поняли И вот я железо Как тот ищитель математики Я всегда боялся Вот этой сырости дикой Вот не растут в Санкт-Петербурге Вот у того доктора наук Который мне перекрыл кислород Вот И ученый мир так и не узнал Все мои секреты Только начал Все Не удалось перестроить Ни сознание Ни научить простых людей Ведь тиражи у них там были огромные Вот А это доктор из Питера У меня все погибло Какие там И я под этим впечатлением Еще десятка авторов Так и жил Да Сухие Да Любят засуху Я так Уперирую конечно Но абрикосы не боятся засухи Они боятся сырости И вот они посажены Холмы Как положено И пришло страшное Я уверен Что даже не каждый год В Питере такая сырая погода К осени Ни одного больного листика Водил гостей Показывал фильмы Показывал фотографии Ни одного больного листика И вот тогда Я как-то доктор Наук Как учитель математики Наконец-то Учил других Учил других Наконец-то Сам понял И понял Что это величайшее открытие Что Можно Даже сейчас Не только засухой Даже с этими С проливными дождями Бороться И не бояться А я боялся Думал Все погублю абрикосы Это такое было лето Это тоже было холодное Но чуть-чуть Хоть тут хоть Жарой перемежается А тогда вообще Мы не знали У нас Шара Российский курорт знаменитый Стоит пустой Холодные озера Пустые коттеджи Никого нет Гостей нет Туристов нет Представляете что было Чуть там с голоду эти Помирали Когда Шара Поселок на туристах Растворит И вот это все Осад Коть бы что Целси Леханев Вот так Ну что возвращаемся Где мы были Где мы были Вот тут мы были Что-то еще добавили Нет Давайте посмотрим Да добавилось Ну еще время не стекло Мы обычно сейчас отводим На эти разговоры Так Как вы боретесь С плодожоркой Если не борюсь Другое дело Что Даже мне в голову Не приходит Я недавно Я распинывал Вот из этих фильмов Вот которые Я посвятил Ольге У нее было так Личинки Плодожорки Кажется плодожорки Но если там Что-то другое было Потому что бабочки Есть гусеницы А плодожорка Тоже гусеница Только она Так сказать У нее целевое направление Это плод Вот кажется это Но в данном случае Не важно Просто гусеницы Все что оставляет Личинки И там эта дама Ольга взяла И написала Перекапывайте почву Я как раз Об этом хотел поговорить В том числе Но мы не дошли Времени не хватило Люблю Просто много разговариваю А И вдруг вы задаете вопрос У нее было так А у вас Личинки А у вас А человек говорит У меня плодожорка Кажется плодожорка А потом она Поймает меня На неосторожном слове И с дерьмом смешает А получается Любимое занятие А Если речь о плодожорке То там получилось так А личинки зимуют Под деревом И его надо перекопать И вот тогда Я тут С этой перекопкой Я и тут целый Буквально высек Один раз Но это было на одном канале Сейчас на другом канале Снова высеку И вдруг вы задаете вопрос Как борется плодожорка Она сказала Перекопать Я сразу говорю Не перекапывайте Потому что Уничтожайте То, то, то Корни Там эти Грибы Уничтожайте Всю цепочку Этих самых Муравьев Моих любимых Уничтожайте Гуси Гуси этих Червей Все-все Все плодородие Микоризу Разрывайте Цепочку Между корнями И всем остальным Не будет там Водоснабжения По специальным каналам Не будет там Аэрации Вентиляции Канализации Ничего не будет Когда перекапывают Но они этого не понимают Для меня Я там В одном месте говорил А в другом собрался Говорить О чем Если бороться с плодожоркой Стандартным методом Назовем его классическое То есть перекапывать почву Она не только Перекапка почвы В плодожорке Там Подается якобы Кислород Поняли да Как подается кислород Лопатой Вот Это все понятно Но неправильно А То есть я ответил Не перекапывать Это что остается Дело в том Что есть еще второй способ Это Это химикаты Там начинается перечень Фонглициды Там Делим их на эти самые Ой я даже уже боюсь говорить Купоросы пошли Там все И Я одно хочу сказать Ольга Вам говорю как другу Потому что Надеюсь просто И Ольге говорю Прекратите Учить перекапывать Прекратите учить поливать Почему Вот им кажется что Эти личинки По дереву Вот они лежат там Из этого Вылезут И надо все это Отравить Вместе с ними Отравляйте Опять Заметьте Не перекапывали Нет Полили ядами Опять Грибы уничтожены Муравьи уничтожены Защитники Черви уничтожены Бактерии уничтожены Все уничтожено Ну так или не так А дерево кушать надо А все что его кормят Уничтожено Раз Второе Допустим Дерево умирает не сразу Поэтому они не знают О том что оно Смертельно начинает болеть Потом на него накидывается Как всегда Тут уничтожили За верхушки возьмутся Не волнуйтесь К этому придет Вот Потому что дерево слабеет И тогда оно становится Беззащитным Почему? У дерева пропадает иммунитет Ольга Исакова Запишите где-нибудь Что от этого От перекопок И от поливания Престольного круга У дерева Уже только из этого Я же не говорю про то Что вы еще Изувечите И в людей научите Изувечить штамп Много лишних веток Все это теряется иммунитет И вот я к чему подвожу-то Ладно скажу тут Хотел специально готовился Но вы мне все испортили Задали вопрос Дело в том что И плодожорка И другие гусеницы В виде плечинок В виде гусениц Они все равно имеют крылья Вы об этом не знаете И вот когда вы Обработали вот такой Сейчас так Допустим Два на два Так Перекопали два на два Три на три Это уже девять квадратов Представляете Вот Соседнее дерево Два на два Три на три Еще одно Еще одно Катерзная работа Деньги Время Сами отравились Будущее Урожай отравили Понимаете Вы не знаете Что вы только взяли Одну тысячу процента Решили проблему Не процент даже Почему Крылья у них есть Вы понимаете Нет Вот Соседние деревья На них там сложно Они не обработаны Не ослабели Они сразу бросятся Вот только отравили И после первого дождя Эти тогда Личенки погибли Но после первого дождя Столько же Или в несколько раз больше С крылышками А крылышки Бяг-бяг-бяг-бяг Ольга Исаакова Крылышки Бяг-бяг-бяг-бяг Дальше Вам Стихи уже петь пора Крылья Понимаете Им не надо Там сидеть Под ним Они ждут Где слабое дерево А слабое дерево Отравлено Искалечено Ну как еще Объяснить Вы знаете Ладно А вот А у меня еще 15 минут Я имею право Говорить Так На расчет Смотрите Я уже опять перевожу Я люблю переводить Это в шутку Сильно грустно Мои слова Они такие трагические Ууууу там это Вот говорит я уже раз услышали я могу не слышали говорит этот самый лорд своему дворецкому дворецкий закройте форточки я не собираюсь обогревать вселенную так вот если у вас немножечко есть такое понятие ну как сказать о чем я говорю если вы способны понять то вы поймете речь это то что вам придется чтобы ни одна не села плодожорка вам или тому кого посоветовали вам придется вот этот самый вертолет заказывать или кукурузе помните и закачать все в баке ядами вот так чтобы летал летал как над этими колхозами полями и только тогда к вам не прилетит со стороны уже не только которая родится там личинка покрыться и полезет на дерево не только там но во все округи правда не будет но вся округа будет отравлена и опять начинаем муравьи отравлены черви отравлены грибы отравлены бактерии отравлены микориза отравлена вы понимаете о чем речь сойдет вселенную обыгрывать не хотите а заказать кукурузе не хотите чтобы что все потому что еще раз говорю ваши деревья которые вы учите его я буду кольги обращаюсь и извините я не это самое не дмитрий не к вам вы просто слушайте вы как бы с нас я уверен с моей стороны пусть не пойдете после этого что бороться плодожоркой это почву перекапывать я уверен не пойдете после моего это страшно этому налога я кольги обращаюсь не обогревайте вселенной не получится так пойдем дальше сергей привез отчитывая сезон все же не провальный зашло много достаточно абрикосов на мажорство и привод привойная форма а также некоторые сливы только сходы растут не одним столом и кустом тоже . роста была затронута замызка ну естественно погибли от морозов я говорю помните мои слова один из самых грамотных из нас причем я подозреваю грамоте меня два образования это же про вас да выше в том числе и агрономическая так вот вот как кустом растет когда признаны ну в общем все проехали мы об одном и том же вот том числе и такой вариант точка роста затронута заморозком а дальше хуже погибли от морозов все взрослые яблони кроме корнесобственных ух ты ваша правда олег картины наблюдая в юриле цветение отдельных яблок да есть предположение что величина прирост зависит от почвы климатических условий в том числе и почвы на 1 и климатические 2 совершенно верно так на леска сыгры просто самые большие какой грамотный скоро я к вам ученики фото отчет чуть позже и ремень здравствуйте сегодня пробовал первый абрикосик серафим вкус изумительный никакого сравнения с рыночными и теперь я знаю что значит свой абрикос так а этот абрикос вырос из абрикоса вашего сада спасибо вам за вашу спасибо всем спасибо мне делайтесь я прошу всех первое плодик созрел пожалуйста пришлите фотографии вы понимаете как убедить вот уже у юрия железова моего удовольственного брата костроме уже персики абрикосы извинитесь перед мужиком вы когда начинали кто-то такой откуда у тебя ничего нет они даже не знали что у тебя прикосы а когда узнали когда грязью полили обратно так это отдать им стыдно а я сказал ольга еще раз к вам лично и вот сейчас ближайший винар я не могу остыть перед мичурином извинитесь перед сергеем извинитесь вот перед железовыми обоями извинитесь вот тогда я про вас перестану говорить я буду просто говорить весь мнение было здесь история садоводства первые авторы на выдумывали такого остальным надо было вы понимаете почему если получается так человек вам пишет а вы ему ответить ответьте все от толстой ветки а там вот на такой высоте вы человеку посоветовали уничтожить саженец уничтожить прямо в смысле а он вам спасибо говорит а теперь представим себе он спрашивает совета вашего вот а если не верят тогда вообще нет ответа ну разве что мои ответы ведь вся моя агротехника основана нет ни агротехника а учеба основана на противоречиях я же не говорю я ничего не делаю туда и не фильмов нет нет на критике ваши дебильные технологии отрежьте ветки вот эти вот основание штаба на дерево уже цветочные почки видно вот нет отрезательных она в целом стокси сколько еще даже чуть не чокнулся это я так уже на все превыше просто получается она мне что я к чему это мне нужны доказательства и того что вырастает пусть из этих ну ясно из веток и вырастут роскошные плоды из кости скромнее а то а вы видели какие плоды чуть не ошалел уточнял говорю поэтому николай все неужели мое тогда только убедился что мое вот идет из косточки абрикоса роскошнейшие явно королевские так вот еще я хочу чтобы вы мне все сколько вас прислали фотографии 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 уже доказать ваша извините за уважение физиономия должна быть на этой фотографии я говорю же допустим ольге покажите ваши абрикосы я сто процентов уверенных нет почему они должны были если бы она красила даже того погибнуть но если только от лени или от некогда было они могут быть если она вот эти же приемы не спробовала на своей шкуре то есть на шкуре своих абрикосов а только пришли от фотографий скандал железа взорвались мы еще крупнее чем твои обязательно чтобы у вас было физиономии то есть что это ваша действительно ваш мне когда появились первые абрикос 100 граммовые недруги вот такие как ольга писали у черных купил так и писали писать себя покупаю на рынке допустим ведома привожу и подделяем рассыпаю а некоторые еще на гребочке подвязываю так было так хотели хотели потому что сама мысль недопустимо как это ничего не делать ну вот все это я опять разговариваю спасибо за труды спасибо что вы есть все больше никто не пишет пожалуйста прислать подряд гражданин дорогой александр саша пишите фотографии первого абрикосика серафим ну и желательно я даже такое не упускаю возможность чтобы собрать больше фактов естественно что где живете а то вот к сравнению могут быть чтобы моего брата не выросли абрикосы и персики 60 назад кости посадил ну что наше время стекло наше дело правое вот заработать меня не удается даже на друзьях кто хотел то давно купил вот и тем не менее у меня к вам просьба просто рассылать ссылку рассылать по всем друзьям никто ничего этого не делает вот резкий случай редкий случай случайно на пусть интернете а случайно пусть интернете вот так появляются сторонники а ольга исакова а у нас там сто раз больше а вот сейчас на стуча это чат это самое вот сейчас горыныч в лице этой самой ольги платоновой ух она даст а у нее еще больше просмотр а у нее канал федеральный и надо с этого канала гладить в шею вот так и передайте если вы до этого да если сможете полностью вебинар посмотреть теперь я для вас куда а вы бандерлок не хрен было оскорблять и мичурина не не сына не брата я вам все простил я ждал давайте мириться давайте я вышлю косточки а вы так все знаете зачем абрикос отравлен на рынке есть сколько хотите до свидания друзья спокойной ночи до до следующего понедельника